Старуха должна была умереть в простом порядке очередности. Все ее знакомые уже умерли, и теперь была ее очередь. Так начинается неоконченная повесть Юрия Малецкого «Конец иглы». Повесть самарца Юрия Малецкого, действие которой тоже происходит в Самаре, в одном из тех домов, которые когда-то стояли вот на этом перекрестке. И некоторые страницы этой повести мы с вами сегодня и перелистаем. Бесследно все, и так легко не быть при мне или без меня, что нужды в том, все будет тош, и в юга так же быть. И тот же мрак, и та же степь кругом. С незапамятных времен я обородил вкруг до около одной темы. Писал Юрий Малецкий. 25 лет тому, как я впервые решился подступить к ней. И написал нечто вроде повести, встречной теме, кто с ней познакомился тогда, в целом сочувственно. Но с тех пор и по сию пору мне всегда казалось, что тогда я сказал об этом как-то не так, не на том уровне. Надо непременно, надо будет когда-нибудь все это переписать еще раз. Надо будет когда-нибудь переписать все это еще раз. Читаем мы в предисловии к повести Малецкого. Переписал ли? Ответов на это в предисловии нет. Нет на это ответов и в самой повести. Да, и напоследок, в детстве, в отрочстве и в юности я знал одну старуху, которая жила-жила, да и померла, знал некоторые обстоятельства ее жизни. И уже тогда, до первой попытки, я чувствовал, что эту тему надо будет пропустить сквозь нее. Не знаю почему, но я счел обязательным сохранить ее точные имя, отчество и фамилию. Также некоторые обстоятельства ее жизни и приметы последних ее дней. Остальное додумано или воображено. Как вам больше понравится? С Юрием Олецким мне удалось встретиться. Он самарец и так получилось, что он жил недалеко от меня. То есть мы с ним соседи были. От моего дома до его дома идти, может быть, минут пять. И я о нем слышал, и дома у меня была книга у мамы. Ее книга «Убежище». И я смотрел на это название, на фамилию и запоминал. То есть запоминаешь книги по корешкам. Но, если честно, не часто ее открывал. И, скажу честно, не читал. И это был такой период в жизни, когда ты мог не читать писателей или поэтов, а просто с ними общаться. Сейчас я, кстати, пересмотрел эту идею. Я считаю, что, наоборот, лучше не общаться с писателями. И лучше их просто читать. Ей не забыть небывалый 18-й. Не забыть, как вошедшие в Самару белочехи вели под конвоем из четырех человек председателя рефтрибунала Франциска Венска. Вели его фабричный. Теперь, конечно же, улица Венска. Кажется, вся Самара была здесь. И она тоже. «Зверь!» – раздалось в толпе. «Бей зверя!» И какая-то дама ударила зонтиком по голове человека, который еле-еле волочил ноги. Того самого человека, который еще совсем недавно выносил неумолимые приговоры мужьям и отцам тех, кто сейчас стоял в этой толпе. Поэтому ему не приходилось ждать пощады. Да он и не ждал ее. Его голова качалась, как дуванчик, на тонком стебельке шеи. Он поднял голову и посмотрел в ее глаза. Глаза Гали. Его взгляд был непереносим. Глаза были цвета мокрой печени. И прекрасно передавали непереносимость того, что он чувствовал. Казалось, что вот-вот из них хлынут не слезы, а кровь. Ее распирал крик, чтобы его оставили в покое. Кем бы он ни был, этот человек, но доводить до такого состояния нельзя никого на свете. Но крик почему-то замер в ее горле. А еще долю секунды спустя вся огромная толпа, которая состояла из приличных, в большинстве своем людей рванула с места и смела с ног равнодушных чехов с их винтовками, которые казались гораздо менее страшными, чем зонты в руках окруживших венских женщин. Она еще успела увидеть разорванное плечо пиджака Венска, откуда торчала грязно-серая вата. А потом только ходили ходуном десятки кулаков, ног и зонтов. А сверху шел грибной дождь. И в воздухе пахла озоном. Он рассказал о своих произведениях, о своем взгляде на литературу. Я тоже не помню, какие у него были мысли касаемо литературы, но я помню, что пришлось его везти на такси домой, потому что встреча кончилась небольшим застольем. И ехать от университета до его дома не так далеко, но поездка растянулась почти на час, потому что мы попали в пробку. Удивительно, попали в пробку. И пробка была между моим домом и его домом. И вот мы и стояли в этой пробке. Я чувствовал некоторую такую даже панику, потому что я понимал, что чем дольше мы стоим в пробке, тем дольше нужно будет оплатить денег на такси. И вот почти... Но сейчас я понимаю, что это вот такой был образный дар ситуации. Посиди с писателем в пробке в такси. Не с каждым писателем удается привести час нос к носу. То есть мы сидели очень близко. Это, можно сказать, был даже такой интимный такой почти контакт. И да, и в итоге пробка закончилась. Причем, когда мы стояли в пробке, для его дома оставалось несколько метров. Но мы не могли выйти, потому что там были зажаты, были другими РДМ-машин. Я помню тогда, что... Я знал, что он известен в эмигрантской среде. Я знал, что он там публиковался. Я знал, что он общался, конечно, с самарским тусовкой, так назовем это, интеллигентов еще до конца 70-х, 80-х годов. С диссидентским таким бэкграундом. И вот помню... И тогда вот... И вот после встречи с ним я понял, что всегда есть некое такое, вы знаете, интересное различие между текстом и телом автора. Текст и тело. Что иногда эти ряды не спрягаются. Точнее, не спрягаются каким-то органическим образом. То есть всегда есть ощущение, вот как, знаете, ощущение, которое испытал Пушкин, когда Державин пришел к нему в лицей. Вот оно было... Но поскольку я не читал его текстов и не был потрясенными, как-то не очень... Но было ясно, что ты общаешься именно с писателем. Вот такой вот он... Такой вот он современный писатель, именно даже прозаик, вот прозаик, да, вот даже, так сказать, это была встреча с прозаиком, встреча с прозаиком в пробке. Вот этим прозаиком оказался Юрий Малецкий. В Белочехии и народная армия Комуча обилие красных, красные и белых, где-то неподалеку от Самары, под Бузулуком, в Белебее, то приближаясь к Самаре, то снова удаляясь от нее, чтобы вернуться, возникла и действовала какая-то страшная дивизия, предводительствуемая неким Чапаем. Почти 20 лет спустя она увидела фильм Чапаев. И с тех пор их в ее сознании стало двое. Один страшный-страшный, лихой человек, которого все боялись. И второй, настоящий русский герой. Хороший-прихороший, но ничего, кроме общего имени, их не соединяло. А в октябре уже не дивизия, а целая армия Чапаева вместе с армией Гая вошли в город. Вошли они триумфально. Вообще-то, согласно ее убеждениям, это была ее армия, и она должна была встречать обоих командармов цветами. Но, вопреки убеждениям, видеть их совсем не хотелось, и она испытывала не восторг, а страх. Где-то в отдалении трещал пулемет. Она тогда еще хорошо слышала. И этот треск продолжался целых четыре месяца. С июня по октябрь. А по реке плыли, как бревна, вздувшиеся трупы. Плыли до тех пор, пока Самарка не замерзла. Она, как и все вокруг, устала вдумываться в происходящее, которое было ужасно даже не своей кровавостью, а бурной неразберихой. Так непривычной в этом спокойном городе, где даже самарское хулиганье было спокойно ленивым и по-своему упорядоченным. Вот такая история, в которой есть пробка, в которой есть проза, в которой есть Самара. И поколение, которым так или иначе я наследую. То есть некая преемственность. Я знаю, кто такой Малецкий, а на уровне легенды о нем. Как вы говорите, роман называется? Роман называется Убежище. Убежище, да. Убежище. Кстати, да, этим убежищем, возможно, оказалась эта самая такси. А мы с вами листаем страницы неоконченной повести самарца Юрия Малецкого «Конец иглы». Повести о человеке, который живет в истории, в большой истории, и не может от нее ни спрятаться, ни уклониться. Меж тем, как история идет по головам людей. Действие этой повести, напомним, разворачивается в Самаре, в одном из домов, которые когда-то стояли вот на этом перекрестке. Сегодня эти дома остались только в нашей памяти и на страницах этой книги. А потом окончательно водворились новые венские в дикарской черной коже. Читаем мы на страницах повести Малецкого. И прилично одетому человеку лучше стало не высовывать носа на улицу. Но, впрочем, и дома стены тоже мало помогали. Часто из этих домов уводили, и лишь иногда люди возвращались обратно. Да, это время было ужасным, и оправдать его может только лишь одно историческая необходимость. Но, ведь мы же построили первое в мире социалистическое государство, ликвидировали чуму, оспу и холеру, а также неравенство, дали всем бесплатную медицину и образование, выиграли, наконец, великую войну. А еще мы первыми вышли в космос, и как можно было перед лицом этой очевидности назвать все, что было вздором или подтасовкой фактов? Ответа на это у нее не было. Нет этого ответа и у меня тоже. Дни сочтены, утрат не перечесть, живая жизнь давно уж позади, передового нет, и я как есть на роковой стою очереди. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров